Таши Дилек, с вами буддист Кокет. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня 21 февраля 2021 года. Я до сих пор говорю иногда 20-й. Ну что ж поделать. Иду, птицы щебетят вон воробьи в кустах. Чувствуют приближение весны. У нас уже сегодня плюс 1 градус. Отступили, мне кажется, морозы. Я не знаю, будут, конечно, еще или нет. Надеюсь, что нет. Ждем весну, ждем. Разоткровенничалась я вчера на трансляции. Ой, мама. Кто не смотрел, посмотрите. И про отношения с папой, и про замужество. Ну я просто хотела сказать все-таки. Ну это мое личное дело. Как мне жить? Как мне поступать? Я совета не спрашиваю. Это там уже написали. Надо то, надо сё. Поступали. Я уж как-нибудь разберусь. А надо будет совет, так я спрашиваю. При том, что совет нужно спрашивать у квалифицированных людей. Кто может что-то, кто еще посоветовать. А что тут советовать? Тут по наитию надо действовать. Смотреть по обстоятельствам. Вот и все. И просто жить. Жить жизнь, какая она есть. Наслаждаться каждым моментом, что есть. Да? А то мы постоянно витаем. То в прошлом, то в будущем. Кто в настоящем живет, а? Все мы озабочены только вот. Либо кто думает, что ой-ой-ой, что там сказал не то. Фильм про будущее там. Ой, это ж за квартиру заплатить надо, та-та-та. Короче, да. Как-то так. Ой, зеленые, зеленые. Надо бы успеть. Или фиг с ним. Ладно, фиг с ним. Окей. Какие тут эти снежные заносы. Оп. Ну, давай, если что, что. Отреагировал теней? Непонятно. Моргает. А, все, отреагировал. 43 секунды. А вот, а трактора, они чистят тут заносы эти, убирают. Ну, как. Ну, как-то он так, это, по верхам идет. Один, за ним второй, там что-то тоже подчищает. Так, зеленый. Трактор, не дави. Ну, чистят и молодцы. Что тут еще сказать? Занесло меня в дальние дали. Опять. Ох, эти пустыри. Пустыри, просторы. Ох, приехала делать коррекцию своих прекрасных бровок. Уже больше месяца прошло. Пришла пора. То кто там переживал? То ли слишком яркие, то ли... То ли слишком там это... Расстояние большое. Ну, так вот. Сейчас мы будем с Дашей корректировать. Смотреть, как там будет лучше. Здравствуйте, Дашенька. Здравствуйте. Я чуть-чуть опоздала. Ну, что, здравствуйте. Все. Здравствуйте. Да, спасибо. Спасибо. Хорошо. Да. Что, я готова отдаться в руки Дарьи снова вот на этот чудо-операционный стол. Больно не будет? Не будет. Ну и замечательно. Если что, можно поснимать чуть-чуть? Попозже. Хорошо. Спасибо. Вот этот снова со штангенциркулем. Нарисовали мне эскиз вот так вот. Вот эту бровку мы чуть поближе сделаем. Все как полагается. Как в лучших домах Лондона. Да. Все. Разводим пигмент и приступаем. Ура. Ну, вот и готова уже бровка первая. В этот раз мы так быстро. Операционный стол. Достроение чудесное. Отлично. Красоту наводим. Как-то мне радоваться. Да. Это точно. Ручки у вас золотые. Просто мне так нравится. Очень стараюсь. Дашенька супер мастер. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Делаем положительные эмоции. Кстати, совсем не больно. Вот только в начале было чуть-чуть. А потом мы нанесли. Обезболившись. Все просто. Ничего. Просто супер. Отлично. Немножечко ко мне повыше. И повыше немножечко. Так уж и дочке. Вот так хорошо. Все. Отлично. Да. Уйдем. Ювелирная работа. Если я вам скажу. Серьезно. Так интересно как-то происходит. Чука-чука-чука-чука. Прорисовка. Напыление. Как настоящие татуировки. Ну, по сути, да. Только немножко более легкая техника и пигменты другие. Наверное, уже не глубоко залегает. Не получается этот пигмент. Нет. Поэтому он называется пудровый, да? Да, да, да. Ну, и в любом случае не глубоко. Поэтому они через год уходят. Не уходят там в какие-то синеву. Как татуировки. Порой это, конечно, да. Ну, а, бывает. Кто раньше делал. И в 10 назад сейчас все это сводят. Да, сейчас уже все изменилось. Все течет, все меняется. Да. Да. Да, интересно. Прикольно так. Спасибо за эту возможность. Реально. Спасибо. Не буду больше мешать. Что-то легать. Ну, вы что-то запечатлели. Да. Спасибо. Пожалуйста, маме жарко. Вот мы и закончили. Наводить мне идеальные брови. Спасибо, Дашенька. Просто супер. Я в восторге. Я всех Дашеньке. Оставлю Дашеньке инстаграм под видео. Все. Все на бровки. Можно я на губые на стрелке. Вау. Надо подумать. Мне там тоже советовали. Можно сделать стрелки. Как думаете, дорогие зрители? Подумайте. Будем думать. Да. Ну, если что, да. Я вот в инстаграм добавлюсь. Хорошо. На связи остаемся. Спасибо огромное. Конечно. Супер. Я рада. Ну, вот и закончили, да. Полтора часа примерно у нас ушло. В этот раз мы как-то, да. Ну, коррекция, она, да, меньше времени занимает. Ой, такая приятная девушка, Даша. Просто я прям в таких приятных чувствах от общения. Очень приятная энергетика у человека. Просто, ой, просто супер здорово встречать таких людей. Я прямо как будто сама зарядилась, знаете, вот таким спокойствием, что ли. О-о-о, бур-вя-о. И все-таки вот, ну, женщинам нужно общаться с женщинами. Ну, вот в таких приятных обстановках. Почему вот и женские круги, да, всякие энергопрактики, они тоже важны в жизни, жаю мужчин. Да, наведение красоты, расслабление. Все это нам важно. Живое красота навела. Понятное дело, что оно будет так ярко опять какое-то время, да. Максимум две недели. Потом порки, все это сойдет. Цвет будет уже не такой яркий. Но это уже будет что-то окончательное. Что-то... Я надеюсь, что окончательное. Да, что не надо быть все-таки коррекцией все-таки. Ну что? Все, я теперь красотка на все сто процентов. Ой, все. Красотка едет домой. Папа в гости придет. Надо ему что-нибудь приготовить, обед какой-нибудь. Оладушки, может быть, кабачковые. Что-то сейчас придумаю. Все, домой, домой. К слову про непрошенные советы. Мне бы еще хотелось добавить информацию. Просто я вспомнила из вебинара, который я смотрела недавно. Там тоже было про такое. Будем на примерах, да. Когда примеры легче воспринимаются. Допустим, пришла подруга, да, и говорит. Ушла от мужа, да. Представляешь, вот. Козел такой. Ой, все, не могу терпеть. Ушла. И вы такая начинаете. Да, действительно, козел такой, да. Он, да, того, да, сёпла, та-та-та-та. Короче, начинается тоже что-то вот это, кругу какую-то гнать. Но. Но это, оказывается, в корне неправильно. Почему? Ну и начинаются, да, вот эти вот советы. Типа, да, иди с собой займись, например. Да, иди там что-то похудей. Да, ты там себе иди другого найди. Ну что-нибудь такое, да, вот как мы любим, да, вот такие советы. Но это в корне неправильно оказывается, вот такое поведение, потому что мы обесцениваем чувства другого человека. То есть, ну, человеку плохо, ему нужно выговориться, ему нужно рассказать, поделиться, что-то вот произошло в его жизни, да. Он хочет этим поделиться, как говорится, душу облегчить, да, чтобы легче стало. Потому что когда проговариваешь какие-то или прописываешь какие-то свои ситуации, ну, реально становится легче. Потому что уже уходит какая-то часть из головы, эти мысли не крутятся вот так вот по кругу. И просто, ну, а мы, получается, вот, мы хотим вроде как и помочь, да, что-то посоветовать, как-то решить ситуацию. Но вот, ну, идет обесценивание. Поэтому надо просто, я поняла, что... У меня просто то же самое, вот, я помню, с подружкой мы одной общались, у меня проблемы были с парнем. И она мне все жаловалась, как там все плохо, а что делать, вот. Я пыталась ей что-то вот придумать, какие-то советы давать там, ну. А человеку просто надо было выговорить, человеку просто надо было вот душу излить. Да, чтобы кто-то выслушал просто. Это просто к вопросу тоже про жертву. Вот эфир был вот этого вебинара, он про треугольник Картмана, может, кто-то слышал. Там, где жертва, спасатель и тиран или как там, ну, короче, кто такой. И жертва получается, что она... Она чувствует себя беспомощной. Она хочет любви, ласки, заботы, тепла, ну, чего-то вот ей не хватает. Идет искать вовне где-то спасатель, что роль. Он пытается ей как-то дать это, как-то разрешить ее все проблемы, да. Но и тиран, соответственно, тоже. Он свою роль играет, он такой агрессор, да. Но если выйти из этой игры, если выйти из этого треугольника, то все будет окей. Все будет замечательно и чудесно. И вот я стараюсь сейчас подмечать, в каких ситуациях я себя как веду. Потому что мы можем быть в разных ролях. Один и тот же человек может быть в любой роли. Но когда мы это подмечаем, этот паттерн просто распадается. То есть, если хочется побыть спасателем, кому-то вот помочь, как мне написали тоже в эфире, Давыдов должен с папой сидеть, то есть спасать его. Я не хочу спасать папу, он в этом абсолютно не нуждается. Папа не жертва, я не спасатель. Мы в эту игру не играем с ним. И не будем, я надеюсь. Надеюсь. И другим я тоже не советую в это играть, потому что это очень сильно затягивает. И потом очень сложно из этого выбраться. Ну, потому что вот мы привыкли так вот. Я там, например, жертва, помогите, помогите, да. И мы везде ищем тогда спасателей. И находим, что самое интересное, находим. Да, но это тоже, это путь как бы, ну, такой. Ну, такой. Ой, как-то так вот захочелось поделиться что-то вот. Крупицами, крупицами вот этих знаний, которые ко мне приходят, они меня просто настолько вдохновляют, что держать в себе не могу. Чувствую, что нужно делиться с вами. Я в этом абсолютно совершенно не эксперт. Я этому только учусь, я где-то это слушаю, что-то. Это фантастика просто, ну. Как круто, что я могу поделиться этими своими размышлениями. Очень здорово. Или вот как тоже, что на сама реализацию влияют отношения с папой. Вообще никогда в жизни я о таком не слышала, не приходила такая информация. Тут, пожалуйста, из разных источников практически в одно время. Удивительно. Это просто удивительно. Просто постепенно, по ступенечке, шаг за шагом что-то раскрывается, какая-то информация. Что очень круто. Потихоньку развиваемся. Брови, конечно, опять яркие. Они опять коричневые немного. Но это все пройдет. Как мы уже с вами знаем, подождем. Недельки две-три. И все будет. Чики-пуки. Чики-пуки. Ну, классно. Мы их еще немножко, да, вот удлинили. Приблизили. Но много приближать тоже, как бы, не вариант. У меня нос просто, ну, такой широкий достаточно. То есть, если смотреть, да, то есть, они вообще приближены. А вот носик такой у меня. Такой вот. Ну, такой вот уродился нос картошка. Что ж теперь поделать? Позвонила Папуле. Папуле придет часов в пять. У меня еще времени вагон. Приготовлю что-нибудь вкусненькое. Посидим, пообщаемся. Папа тоже. Но папа так рад за меня. Вот вы себе не представляете. И как я рада нашему этому воссоединению очередному. Очередной этап в наших отношениях. Просто с ним это. Это супер здорово. Потому что вот реально внешне, внешне могут быть отношения очень хорошие, да. Мы там что-то пластырем заклеили, газетку постелили, прикрыли, типа, да, все хорошо. Отношения замечательные. И для зрителей, да, например, мы сказали, у нас все с папой хорошо. И оно может быть так и есть. И можно самому в это верить, да, что все хорошо. А внутри будет сидеть какая-то заноза, которую даже вот можно не осознавать. Сколько лет я это не осознавала, почему вот так оно, почему я так чувствую. И только вот буквально несколько дней назад я поняла. Озарила меня, понимаете. Озарила. И это круто. Кто-то написал в комментариях, зачем это вообще, да, нужно. Эти проработки. Ну, потому что я так решила. Потому что мне это нужно. Потому что, ну, сколько можно с этим жить уже, тянуть это всю жизнь. Этот ворох. Этот тяжелый груз. Мне вообще нахрен не надо. Вот просто не надо. Мне сейчас так легко, вы себе не представляете. Очень здорово. Я прошла видео, я там в эйфории скакала. Сейчас я уже подуспокоилась, но вот это чувство, оно все равно, оно теперь вот фоном идет, да. Чувство радости. Реально какой-то гармонии. Вот я к ней иду. Я не могу сказать, что она на сто процентов еще, но идем, идем. И придем я. Я думаю, придем. Обязательно. А я такая красивая сегодня. А я такая красивая сейчас. Буду вам петь теперь. Или лучше потанцевать. Слушайте, с танцем столько просмотров уже набрало. Три с чем-то тысячи. Я поняла, что нравится. Что нравится зрителям. Танцы и хорошее настроение. Да? Поставьте лайк. Кто согласен. И да, еще хотела я прокомментировать тоже. Написали в комментариях, типа, мама похоронила и пляшет. О, Господи. Ну, я ответила, конечно. Я что, себя тоже надо было похоронить? Или что? Ну, люди! Очнитесь. Я понимаю. Есть есть люди, которым очень тяжело, да, справиться с горем. Почему? Потому что была очень сильная привязанность, например, да, к человеку. Почему нам плохо? Потому что его нет, а мы привязаны. Нам кажется, что это любовь, да. Но на самом деле это очень сильная привязанность. И в буддизме с ней активно борются, да, чтобы не было привязок вообще ни к чему. Ой, а кто-то звонит. Договорю сейчас, поговорю. Это ответчик звонил. Говорит, заплатите за домашний телефон. Ну, я его, конечно, послушаю, заплачу. Ну, так вот. Поэтому кому-то, может быть, непонятно, да, что я... Ну, как бы я хочу жить дальше. Я не хочу в этом и застревать, да, в горе. Я прожила все свои эмоции. Может быть, не все еще. Мне вон шкаф еще да разбирать надо. Я как только подхожу к этому шкафу, у меня уже слезы вот так вот. Просто текут. Просто, понимаете? То есть взять в руки вещь мамы, начинается, ну, не то чтобы истерика, но начинается рево-корево. Ну, и что? Я должна снимать это на камеру, как я, например, разгребаю шкаф и реву? Ну, тоже как-то я, по-моему, не очень, да? Если кому-то хочется посмотреть на этом, пожалуйста, можем снять такое видео. Но я считаю, что это необязательно. То есть я стараюсь показать, что... в своих видео... что с горем можно и нужно справляться. И не обязательно сидеть целый год и в депрессию в какую-то впадать. Вот так вот. Вот что я хотела сказать. Коть пришёл. Где же моя лапочка? Где моя лапочка? Ну, это всё зависит от человека. Если есть желание сидеть и грустить, можно посидеть, погрустить. Пожалуйста, сколько нужно. Столько вот, пожалуйста, да? Чтобы всё вышло. Вся боль. Она всё равно, конечно, не выйдет, да? Блин. Прошу прощения. Она всё равно не выйдет, да? То есть я всё равно буду, мне кажется, тосковать всю жизнь по маме. Да, вот по самым близким людям. Оно никуда не уйдёт. Мама... Я часть мамы, мама часть меня, как и папа. Но... Но надо жить дальше. Если я буду сидеть и грустить, то я уже объясняла, никому от этого хорошо не будет. Ни мне, ни близким, ни зрителям, никому. Будет только плохо. А нам это надо вообще, чтобы было плохо. Нам же это не надо. Мне надо как-то бизнес свой развивать. Мне надо вон в йоге учиться, за лаки ухаживать, папе что-то вкусненько готовить. А если я буду ходить, вот такая никакая? Ну и чё? Такие вот мысли. Мои мысли, мои скакуны, А давайте я вас сейчас расцелую. День веселых песен. Надо петь, надо петь, чтобы поднималось настроение. Я что-то была грустная немного, поговорила с папой, папа мне настроение поднял. Так что теперь я веселая. Так что все, теперь будет у нас хорошо. Не прощаемся. Я придумала лаки новую кличку. Мурмурыч. Это как сумбур-сумбурыч, только мурмурыч. Да? Лаки, тебе нравится твоя новая кличка? Эй, мурмурыч. Ой, красотун, красотуныч. Ой, ну как она мне нравится? Такой же прям. Трахтер, Тима, трахтер, трахтер, трахтер. Я уже посчитала, знаете, сколько ей лет? Это если один год жизни нашей семь лет кошачьих, то ей уже вот около 50. Примерно. Уже дряхлая старушка. В 50 только жизнь начинается, лаки, да? Только начинается. Доделала, кстати, вчера вот колье. Как и планировала. Пять штук. У меня их теперь есть. Ух, такие распрекрасные, распрекрасные. Очень я ими довольна. просто. Восхищению нет предела, как я их люблю. Красота, моя красота. Ну вот и я. Вот папулечка. Привет. Вот и папулечка. Ух, залиховатся. Не запылился. Привет, привет. Ну, привет. От старых. Теблет. Привет, привет. У меня уже там все готовится для тебя. Ну вот. О, какие оладушки тут пекутся. И еще кашка у меня в духовке стоит. Ну, как тебе обед, папуль? Ой. Боюсь, что не встану из-за стола. Но надежда есть. Ну, очень хорошо. Хорошо. Как у батюшки спросили. Хорош ли святой отец коньяк в шок? На что святой отец ответил. Да, напиток божественный, но цена безбожная. Рабы божьи. Ну, все нормально. Да. Все. Как святой отец. Ну, мы, я, конечно, не пил коньяка. Ну, вчера мы пили. А сто граммились коньяшку. Ну, я, когда мой художник спросил, как коньяк, я ему ответил, как говорил святой отец. Мне кажется, очень хорошо сказал по этому поводу. Хороший был грузинский коньячок. Ну, шесть звездочек. Да. как в этом карнавальной ночи говорил лектор. Говорит, посмотрите в телескоп, видите, одну звездочку, потом две, три, ну, лучше, конечно, четыре или пять, ночи. А то и шесть звездок. хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, когда мы уже там будем, Катя, выступать перед нашими любимыми слушателями, Ну, я вот думаю, на следующей неделе, в воскресенье. На следующей неделе, пообщаемся. Антракт, пусть собираются с мыслями и задают мне интересующие вопросы. Ну, дело в том, что я отвечу с точки зрения простого человека, для которого получить интересную информацию составляет большой труд, потому что вся секретная информация хранится за семью печателями. И еще более странно, что дается очень много ложной информации. Вот что. Вот что плохо. Поэтому эту информацию надо, я получаю из многих источников, а потом делаю анализ и какие-то выводы из этого. Особенно в интернете там. Что там в интернете так нет? 90% ложной информации, но там есть, можно подчеркнуть, интересную, например, как из шпината из шпината хороший суп получить. Или там котлеты какое-то три в одном. Интересная информация. Там и сыр, Я буду ждать от тебя рецепт. Ну, пришлю. если я забуду, ты мне там позвони и сообщи мне радостную вещь. Я рада, что тебе понравился обед. Что Айдзеймер. с собой по пулечке еще вот завернули. Уже я теперь навряд ли похудею. Ну, тебе и так хорошо. Ну, если правда, если я вот думаю, что если в слове похудеть выбросить одну букву, то может быть будет какой-то другой результат. Мм? Можешь задавать. А? Можешь задавать. А кто такие фиксики? Большой большой секрет. Ой, да. Короче, настроение супер. Посидели с папой, пообщались. Папа, у меня такой юморной, прям настроение на тысячу процентов. Просто вау. Просто супер круто, супер здорово. Вот. Ну, может, проведем эфир, проведем на следующей неделе. Как обычно. Я в субботу вместе с папой в воскресенье. Так что готовьте ваши вопросики. Будем вас ждать. А пока я отправляюсь монтировать и потом за украшение чук-чук-чук. Каждый день помним, да, надо что-то делать, какой-то шажок. Все, я с вами прощаюсь, дорогие мои. Я всех очень люблю, благодарю, ценю. обнимаю, целую, бури-бури. Шли вам лучики добра, любви. Много-много, много лучей. Пусть ваша жизнь будет радостна, наполнена добрыми, яркими моментами, чтобы все в жизни складывалось, получалось, налаживалось. Все, чтобы было супер круто. В общем-то, в общем-то, да. До новых встреч. Пока-пока. Ну что лежишь, моя старушка? Мормя, где же кружка? Лёки, где кружка? Коток ты, мой черный лобок. Расплывается, расплывается, мой кот. Мой верный друг. Мор-мор-мор, котяра, антистресс.